Громкое задержание налоговиков и судебное решение по ним обсуждали и в парламенте. Хотя четверг обычно в Раде щедрное результативное голосование, сегодня нардепы особенно не утруждались. То ли еще не пришли в себя после вчерашнего отчета генпрокурора, то ли почувствовали близость выходных. Все подробности парламентского дня в сюжете Ирины Романовой. Вчерашняя облавана фискала в топ-тема в парламентских кулуарах. Когда я видела вчерашнее затримание, у меня было такое ответственное дежавю. Когда на заседании уряда Яценюка демонстративно, публично вдягали наручники на руководителя Министерства надзвучайных ситуаций. После того голосного затримания, без извинения, сказали, что не нашли в их действиях склады злочину, вчера произошло абсолютно то же самое пиар-шоу. А пока у входа в сессионный зал идет активное обсуждение топ-новостей. В самом зале, несмотря на начало рабочего дня, шаром покати. Наконец, неспешно, в развалочку нардепы занимают свои места. Депутаты спикера услышали. В первом чтении голосует законопроект о памятниках культурного наследия. И во втором о национальных видах спорта. В перечне последних теперь боевой гопак, рукопашный бой спас и борьба на поясах. Но как только Порубий предложил уравнять количество парламентских комитетов и министерств, начались разногласия. Законопроект про реформу парламента був визначений, как компромиссный между всеми фракциями. И я очень прошу коллег, чтобы этот законопроект был поддержан. 200 за. Прошу по фракциях. Отказались нардепы также поддерживать кандидатуру от парламента в конкурсную комиссию по отбору членов НКРЕ. В топливно-энергетическом комитете остановились на Константине Запайщикове от Народного фронта. Константин Запайщиков имеет большой опыт в энергетике работы, почти 40 лет. Две люди призначают Петро Порошенко за своей квотой президентской. И еще одна людина идет от парламентской фракции. Мы требуем максимально быстро призначити от парламента двоих незалежных кандидатов от сегодняшних руководителей. Если мы сегодня хотим незалежной комиссии НКРЕ КП, нужно голосовать за пана Геруса, которого поддерживала партия Батьковщина, снявши кандидатуру Олексея Кучеренко на пользу Геруса. И поэтому я прошу парламент проголосовать за незалежную людину и не поддерживать пана Запайщикова. Вслед за первой НРДП проваляет и вторую кандидатуру в конкурсную комиссию от БПП Юрия Шульгу. Почему я не голосовал? Потому что эти люди ангажированы чинными коррупционерами, которые сидят на потоках. После провального голосования спикер предлагает включить в повестку дня еще почти десяток законопроектов. Отказаться от полуденного получасового перерыва НРДП не смогли, как и приступить к рассмотрению документов о судебной реформе. По медреформе вопросов в повестке дня не было, но в кулуарах о ней говорили. Реформа медицины – это долгий процесс. И он уже 25 лет происходит в Украине. На 26-м году мы чувствуем, что уже час подавать законопроекты, чтобы на самом деле сменить эту систему охраны здоровья. Мы пускаем принцип, что деньги идут за пациентом. Пока же деньги не могут получить даже врачи. Во вторник здесь же в Раде подчиненные госпожи Супрун жаловались на задержки с выплатой зарплаты. В профильных комитетах их, похоже, услышали. Найбільше реальное джерело доходов – это Нацбанк Гриброфайлин. 15 миллиардов – это выдача облигаций Национальному банку под маленькие процедуры. Было бы доцельно с этой суммы найти 3 миллиарда денег, чтобы покрыть разницу заборудованности для социальной сферы и медиков в первую очередь. Дасть Бог в червне месяце, если уряд держит свое слово, бюджетный комитет проведет заседание за один день. Сдержит ли правительство слово, нардепы смогут поинтересоваться у министров уже завтра, во время еженедельного отчета Кабмина перед парламентом. Ирина Романова, Александр Васильченко. Подробности – Телеканал Интер.